И уже сегодня стало известно о развитии другой семейной драмы в Столичном регионе. Органы опеки изъяли у приемных родителей 10 детей из-за подозрения в жестоком обращении с ними. И это лишь часть из приемных детей, которых воспитывали эти люди. В этом уравнении все еще слишком много неизвестных. Алексей Николаев постарался разобраться. Главный детский омбудсмен, органы опеки и, конечно, сама многодетная мать Светлана, которая не входит в состав экстренной комиссии. Но от этих людей сейчас зависит судьба ее семьи. Женщина явно подавлена, но все же находит в себе силы объяснить все журналистам. Я вообще не понимаю, как так получилось. Поэтому я точно никого не била, не истязала. Поэтому будем разбираться в этой ситуации, что случилось, откуда там синяки. У любого ребенка могут быть синяки. Целый день эта история обрастала подробностями. Сначала появилась информация о том, что органы опеки изъяли у Светланы и ее супруга приемных детей, зараженных ВИЧ. Позже стало известно, что к страшному диагнозу родители не имеют никакого отношения. Такими их взяли из детского дома. Подруга семьи рассказывает, супруги усыновляли больных детей из соображений гуманности. Я знаю семью, я знаю, что детей там не бьют. Мы общаемся близко достаточно, поэтому адекватные совершенно люди. Ребенка, воспитательница на попе обнаружила небольшой синячок. При вопросе, откуда это, ребенок сказал, папа побил. Мы знаем детей, мы знаем, как дети говорят. Что дети, ну, как бы вот возраст, да, сочинительство. Родители Зеленограда воспитывали 13 несовершеннолетних детей, 12 из которых были приемными. Но органы опеки забрали не всех, только десятерых. Сейчас они проходят медосмотр в столичных клиниках. И после необходимых процедур их, скорее всего, привезут сюда, в Центр поддержки семьи и детства. На фото в социальных сетях все, как в обычной счастливой семье. Дети на прогулке, занятиях плаванием, а вот наряжают елку. В Зеленоград они переехали всего пару лет назад из Петербурга. Встали на учет в органы опеки. Дети ходили в местный детский сад и школу. И до сегодняшнего дня вопросов к семье ни у кого не было. Это все-таки единичный случай в отношении жестокого обращения в приемной семье. Мы всячески поддерживаем маму. Я думаю, что в ближайшее время будут приведены необходимые расследования и будут вынесены решения. В родном Петербурге Светлану с супругом тоже хорошо знали. Ведь там она преподавала в школе адаптации сложных детей. На экстренном совещании старались учесть все. Расследование продолжается. По факту жестокого обращения этого никто не отменял. И этот вопрос не замалчивается. Он, безусловно, решается. И необходимые меры будут приняты. В органах опеки пока что не спешат делать окончательных выводов. Четверых детей ближе к вечеру решили отдать обратно в семью. От показаний остальных во многом и будет зависеть, как скоро они вернутся домой к приемным родителям. И вернутся ли вообще. Алексей Николаев, Дарья Рыбакова, Олег Рупен и Рубы Новаков. Первый канал.